Что такое диссоциация? Первые две реакции водород превращается в 2 атома H с электроном, а азот превращается в 2 N с электроном. И энтальпия этих реакций, это изменение энтальпии в ходе этой реакции. Дальше нам дано, что у нас известна энтальпия образования аммиака NH3 и гидрозина N2H4. Это дельта H formation. Это 2 образования. Можно еще написать в кружочек, тогда это будет стандартно. И, соответственно, это тоже килоджоулина. И эти две реакции, видите, я записал, что такое образование. Это когда мы берем и делаем какое-то вещество из простых, наиболее устойчивых терминомических веществ. В случае аммиака и гидрозина это водород и азот. То есть H2 плюс N2 дает нам, соответственно, NH3 и N2H4. Причем, чтобы это было джоулина моль, мы должны брать 1 моль аммиака и 1 моль гидрозина. Соответственно, коэффициенты при остальных реагентах мы ставим такие, чтобы получался 1 моль. То есть в первом случае дробные. Три вторых и одна вторая. Вот по этой части есть вопросы по реакциям, которые я записал? Ну и класс. А дальше мы уже начинаем с энергией связи играть. Потому что что мы делаем? Ну вот мы берем эту реакцию образования аммиака. И я все-таки ее домножил на 2, но при этом я и энтальпию тоже умножил на 2. То есть я все уравнение вместе с энергией умножил на 2, чтобы у меня все-таки не было огромных процентов. Тогда я беру и смотрю, какие у меня есть энергии связи в этой реакции и как у меня они соотносятся. То есть получается, что 3 связи HH, то есть 3 водорода, плюс 1 связь NN, то есть азот, дают нам 6 связей NH. Потому что это как бы 2 NH3, в каждом NH3 3 связи. Поэтому 6 связей NH и ту самую энтальпию. То есть минус 46,2 умножить на 2, потому что я все уравнение домножил на 2. Вот. Это баланс как бы энергии в этой реакции. Понятно тут? Да, понятно. Можно еще раз? В аммиаке нет HH связей. Там только NH. NH, NH. Вот. NH. Ну аммиак. NH3, да? В нем есть азот и 3 связи азота с водородом. NH. А энергия связи HH, это есть вот эта вот энтальпия дистанции водорода? Да, да, да. Как раз хотел сказать. То есть это она. При этом энтальпия дистанции, это собственно и есть энергия связи. Потому что у нас изначально было 2 атома водорода, которые связаны. Получились 2 атома, которые как бы развязаны, которые по отдельности. Соответственно, ну разница в том, что как раз мы разорвали связь. Поэтому энергия связи, это и есть та самая энтальпия. Чтобы не запутаться со знаками, можно сразу считать, что энергия связи положительная. То есть нет отрицательной энергии связи. Иначе в чем был бы смысл связываться, если отрицательной энергией обладает? Поэтому здесь можно не париться. Если мы видим, что энтальпия 431, то энергия связи 431. Знак менять не нужно. Вот. Ну и представляем. Здесь водород, это получается 431. И сколько там было? И 6. Вот. А азот, это 950 с половиной. Вот. Энтальпию знаем. Остается найти NH. Ну, правильно циферки подставляем. Умножаем там на 3, на 6. Вернее, на 6 не надо. На 6 надо в конце будет разделить. Чтобы получить энергию одной связи NH. И она получается 389,6 кДжоуль на муль. Вот. Вот. Ну и потом записываем для второй реакции, которая с образованием гидрозина. Вот. Ну, четвертая условно. Давайте я ее розовым помню. Вот эта вот реакция. Получается, что 2 связи HH плюс 1 связь NN дает нам 4 связи NH из гидрозина и 1 связь NN из гидрозина. Потому что, если что, гидрозин выглядит так. В нем есть 4 связи NH и 1 связь NN. Ну и вот. NH мы теперь уже знаем, мы ее нашли. Стоп. Вот здесь вот некорректно написано. Давайте исправим. Вот так, чтобы было. Потому что связь NN в азоте и в гидрозине она разная. В том и смысл. Вот. Поэтому связь в азоте, она тройная между азотами, а в гидрозине одинарная. Поэтому ее энергия разная. Поэтому вот у этой NN тройной 950, которая при ассоциации азота. А у той, которую мы ищем, ну, найдем. Вот будет 159, как можно сказать. Это понятно, да? То, что в зависимости от того, в каком соединении эта связь, если она там одинарная, двойная или тройная, то, соответственно, энергия у нее будет разная. Пока что понятно? Да. А, это отлично. Вот. Значит, HH мы знаем. Это вот 431,6 NN950. NH это вот это вот. И эндальпия реакции 95,4. Она, ну, вот откуда известно. Вот отсюда. Из четвертой реакции. Ее сюда добавляем. Ничего домножать не надо. Ну и все. Подставляем. Потом делим ни на что. Нет. Мы сразу находим NN, да? Ну и все. Получается 159,9 кило джоуль на море. Нам в ответ, по-моему, 160. Ну, вот как-то так решается задачка. Что там у нас дальше? Дальше. Ну, да. Вот эту можно тоже. Если какие-то вопросы по предыдущей есть, то задавайте. Если нет, то можно тогда начинать решать какую-то, 13-ю, 14-ю. А можно еще раз повторить, как мы энергию нашли и NN? Смотри. У нас были даны энергии NN тройной связи, потому что диссоциация азота, и HH одинарный изначально, потому что это энергия диссоциации водорода. Вот первые две реакции. Соответственно, мы их расписали. Дальше мы расписали уравнения для энергии, для энтальпии образования вещества. То есть мы смешали H2N2 с нужными коэффициентами, чтобы получить NH3 и N2H4. Для этих реакций энтальпии тоже известно. Это в третьей и четвертой реакции. Дальше мы расписали баланс энергии, ну, для начала, в третьей реакции. Мы расписали, и причем домножили ее на 2. Мы расписали, что изначально было три энергии связи HH, одна энергия связи NN тройной, шесть энергии связи NH в NH3, и добавили сюда энтальпию образования, ну, вот энтальпию этой реакции. И из этого баланса у нас первые две компоненты известны, HH и NN тройное. Энтальпия известна, и мы оттуда нашли NH. Ну, и потом уже аналогично для четвертой реакции мы нашли уже NN одинаковую. Стало понятно или еще нет? В принципе, да. Точно? Может быть, расписать еще раз? Если кому-то непонятно, вы как бы не стесняйтесь. Давайте лучше я с отрубленным еще раз напишу все, чтобы уж точно это было ясно. Потому что, ну, иначе зачем занятия следующие? Я сейчас дам еще одну задачу такую же, и вы будете сидеть тупить. Давайте лучше мы сейчас разберемся. Да, в принципе, понятно стало, только… Да. Только что-то я не понял, что… Да, я сам не понял просто. Я все равно не понял, как NH найти. Я что-то туплю сегодня. Ну, вот мы берем энергию связи HH. Мы ее берем из вот этого уравнения. Да. Вот она прям дана. 431. Это и есть энергию связи HH. Энергию связи NN мы берем из вот этого уравнения, из второго. Вот оно. Это тоже понятно. Энергию энтерпи образования, вот оно. Мы ее берем вот сюда, в энергетический баланс третьего уравнения. Представляем. И в этом балансе остается только энергия связи NH, вот эта, неизвестная. Ну, и в этом уравнении в нем есть три известных компонента, один неизвестный, находим NH. Как уравнение. Это понятно? Да. Ну, тогда, видимо, все понятно. Потому что больше ничего не нужно. Составить уравнение, подставить туда известные вот эти вот цифры. Вот. Потом аналогичное уравнение составляем для четвертого, и в нем тоже все известно, кроме одинарной связи NN. То есть вот это вот NN, ой, сейчас. Вот это вот NN неизвестно. NH мы нашли только что. NN тройное. И HH это то, что было до этого уже использовано. И 94 это энтальпия реакции. Соответственно, опять-таки одно неизвестное NN. Ну, попробуйте аналогично решить 14-ю задачу. Тут у нас, получается, идет гидротация этилена. То есть C2H4 плюс H2. Но те, кто не проходил еще органику, это не важно. Ну, то есть, как бы для того, чтобы эту издачу решить, вам не обязательно знать. Единственное, что вам нужно знать, структурные формулы. Ну, давайте я вам где-нибудь напишу реакцию, чтобы вас представляли себе, какие здесь связи. HCHC, CHH, плюс H2O, это HOH, дает нам C2H5OH. То есть, HHHC, CHHOH. Ну, это для тех, у кого не было органики для девятого класса, чтобы они представлялись без связи. Ну и, собственно, у вас даны энергия связей всех. А еще даны энтельпии образования этилена, воды и спирта. Все в газообразовании. И вас просят определить, насколько отличаются энтельпии реакции, рассчитанные просто из энтельпии продуктов и реагентов табличных, и из энергосвязей. Давайте, наверное, время вам дам до, не знаю, ну 7 минут, в принципе, подумать, я думаю, должно хватить. До половины первого, и потом будем разбирать. Запись дальше. Вот. Ну, собственно, задачка. Что тут я нарешал? О, да, какое у меня решение. Подробное. Значит, сначала считаем дельтаж. Дельтаж. О, мне так же. Круто. Сейчас. Ну, дельтаж реакция стандартная. Это получается дельта, ну, давайте так напишем, сумма дельтаж образования продуктов реакции минус сумма дельтаж образования реагентов. Тоже стандартная. Вот. Если это расписывать, то получается у нас продукты, этот самый этанол, для него минус 236,2 кДж на моль. Вот. И из него вычитаем реагенты. Это получается 1 этилен и 1 вода. Для этилена у нас вот 52,3, а для воды минус 241,8. Но так как мы вычитаем, то получается плюс 241,8. И все это вместе. Да, вроде даже получается. Дает нам минус 46,7 кДж на моль. Я сейчас отчеркну вот то, что было до этой черты. Так, мои предварительные подготовки к решению. Вот. Соответственно, вот она у нас энтальпия, чистая из энтальпии почти. Теперь через энергии связи. Ну, тут уже немножко дольше получается расчет. Ну, расписываем уравнение. Собственно, так же, как в предыдущей задаче. Вот если посмотреть на запись сверху, то получается, что у нас двойная связь плюс 4. А, ну, кстати, подождите, у меня же все уже расписано. Просто посмотрите на то, что я расписал вчера. Вот сюда. Двойная связь cc плюс 4 связи ch плюс 2 связи OH из воды уже. Вот. Равно то, что справа 5 связей ch плюс 1 связь cc одинарная. Плюс связь co и связь OH. И сюда добавляем, собственно, дельта h этой реакции. Вот должно было получиться так. У меня вот все то же самое, но получилось почему-то не минус 20, а 20. Я пытаюсь понять, где я могла. Что это? 712. Здесь CH. Если что, вот это сокращается. CH здесь остается 1. OH здесь сокращается, здесь остается 1. OH это у нас 428. Одинарное cc это 369. CH 410. CO 381. И все. И дельта h мы ищем. Ну, давайте еще посчитаем. У меня тут даже калькулятор есть. А то я вчера сидел и ты считал в Макдональдсе с телефона в Сколково. А мы дельта h прибавляем, почему не к левой части, а к правой? А почему надо к правой? А почему к правой? А, потому что к правой. Все, я поняла. Да, да, да. Ну, в общем, вот так расписывается. Расписывается энергия связи слева справа и отличаются они на величину дельта h. В продукт мы ее добавляем и получается равновесие. Ну, все, я просто не туда перенесла. Плюс 428. Плюс 369. А, нет. Это я уже заряду. Минус 369. Дальше. Минус 410. И минус 381. Минус 20. Это килоджоули на моль. Собственно, все. В первом случае получилось минус 46, во втором минус 20. Соответственно, изменения. Это получается... Ну, давайте напишем так, по приколу. Дельта, дельта. Дельта, дельта. Ну, да. Изменения, изменения. Это получается... Ну, я не знаю, из чего там надо было вычитать. Насколько отличаются. Ну, давайте вычитим, чтобы получилось положительное из большего. Минус 20 минус минус 46 и 7. Равно... Килоджоули на моль. Ну, вот, собственно, как-то так. Вопросы? Если уметь считать, то это не сложно. Да, термодинамика вообще такая тема. Тут нужно уметь знаки все считать идеально. Потому что это еще не сложная задача. Мы сейчас дойдем до энергии гипса. И там будет совсем сурово в плане знаков и так далее, коэффициентов. Чуть-чуть забыл, все, поехало. Я когда была в классе в восьмом, я думала... Ну, я слышала словосочетание энергии гипса. Я думала, что гипс – это типа гипс, который через П. Типа энергия гипса. А чего? Очень логично. А, тут у нас еще про серку. Ну, окей. Ну, эта задача уже другого типа, но она несложная. То есть, в плане, что надо только догадаться, в чем тут смысл, а считается она на этот раз несложная. У нас осталось 3,5 минуты, вы можете уже начать ее, в принципе, решать. И потом где-нибудь посередине вашего решения надо будет переподключить. А энтерпийная диаграмма – это как? Ну, я вчера тоже думал, что это такое. Я предполагаю, что это вот такая штука. Ой, нет, в данном случае нет. А сверху там что написано? Не пойму. Не пойму. А, дельта-H, все. Понятно. Вот. То есть, как бы мы смотрим, как изменяется дельта-H реакция в зависимости от чего-нибудь. Здесь, видимо, зависит от концентрации, потому что, ну, от чего? Здесь меняется только концентрация серной кислоты в растворе. Ну, да. Ну, построите диаграмму, график. Мне кажется, пора забрать. Самое время. Значит, у нас есть серная кислота. Она делает вот так. Делает 2H+, и СО4 2-. Называется растворение. И у нас даны энтальпии образования самой серки и ионов. Для водорода это ноль, потому что он стандартный. А для СО4 у него минус 911. Это все килоджауль на моль. На график не смотрите. Я вообще передумал его вам показывать. Я решил, что это не хорошо. Переделаем его. Ну, собственно, мы можем посмотреть, что такое энтальпия образования бесконечно разбавленного раствора. То есть у нас была энтальпия раствора 1 к 20. Ну, вот это вот, который у нас образовался. Да, и до бесконечно разбавленного раствора его довели через теплоту какую-то... Сейчас. Я просто пытаюсь в условиях найти. Стандартные энтальпии равны... Энтальпия при 298 разбавления этого раствора, который 1 к 20 до бесконечно разбавленного равна минус 25,8. Соответственно, получается минус 25,8. Это что? Это энтальпия разбавления до бесконечно разбавленного. То есть бесконечно разбавленный мы получили. Дельта H бесконечно разбавленный минус дельта H 1 к 20. Да? Ну, вот это энтальпия. Отсюда можно получить 1 к 20 выразить. Ну, будет как-то так. Будет бесконечно разбавленный плюс 25,8. Понятно? Теперь да. Осталось определить, что такое бесконечно разбавленный. Ну, это, собственно, тот, в котором вся серочка находится в виде H плюс и SO4 2 минус. Ну, H плюс у нас ноль энтальпия, а вот SO4 2 минус минус 911. Соответственно, для бесконечно разбавленного раствора серная кислота энтальпия на 1 моль минус 911 килоджоуль на моль, как у сульфата неона. Отсюда можем найти энтальпию раствора 1,20. Она получается минус 885 и 2 килоджоуль на моль. А найти нам надо именно ее, да, в задаче? Нет, по-моему. Сейчас посмотрим. Какое количество теплоты выделится при растворении 1 моля? Нет. Нам нужно теперь растворить серную кислоту, концентрированную прям, чисто серку, растворить до образования этого раствора, который 1 к 20. Ну, естественно, для этой реакции у нас чего будет? Ну, я опять ничего не расписал. Сейчас. Момент. Ой, нет, это было нормально. Вот эту энтальпию, которая 1 к 20, это вы… А, все? Да, вы посчитали. Вот, получается, что у нас… Какой процесс происходит? Нам нужно найти энтальпию, которая при растворении до вот этого состояния и сконцентрирована. То есть у нас есть дельта H, H2SO4, прям вот концентрированный, да? И мы из него получаем энтальпию 1 к 20, разбавление, ну, добавлением какого-то количества воды. При этом нам нужно найти эффект этой реакции. Соответственно, вот этот эффект у нас… Ну, назовем его… Не знаю, да? Теплота вот этого… Ну, энтальпия, на самом деле. Ну, назовем ее теплотой. Мне кажется, это более корректно. Разбавление – это будет дельта H 1 к 20, то есть то, что мы получили, минус дельта H H2SO4, то есть концентрированное то, что было. Ну, что такое дельта H концентрированное? Это вот это. Это энтальпия прямой формы серной кислоты, не дисцировавшей. 814,2. А вот это вот мы только что получили, минус 885,2. Соответственно, мы можем найти дельта H этого растворения, вот, или Q растворения. Это будет 885,2 минус 814. А почему у меня другим знаком получилось? А подождите, так там же усердно и минус 814,2 в условии, по-моему. Да, да. У меня, видите, знак другой. Все пошло не так. Почему у меня знак получился другой? А мне нужно найти что еще раз? Какое количество теплоты выделите при растворении? Ну, эффект. Тепловой эффект. Тепловой эффект. Да, растворение, переходы серки в 1 к 20. Странно. Это будет, получается, минус 885,2 плюс 814,2. Да, должно быть плюс. То есть, в ответах 71, а не минус 71. Ну, что пошло не так? Не знаю, почему-то должен быть плюсом. Ну, у нас и до этого тогда он должен был быть плюсом. Типа, сейчас. Что у нас дано? У нас дано, что энтальпия разбавления этого раствора составляет минус 25,8. В смысле, что если теплота при этом выделяется, а как известно, при разбавлении серной кислоты теплота выделяется, то значит, что просто эта теплота, она здесь с обратным знаком. То есть, энтальпия разбавления до бесконечного разбавленного минус 25,8, да? С минусом. Да. Но при этом, очевидно, теплота выделяется. То есть, какая бы ни была концентрация, при разбавлении серки, теплота поглощаться точно не будет, она всегда будет выделяться. То есть, просто нужно знак здесь поменять, да. То есть, это дельта h действительно получается не так. Зря я здесь вчера подогнал знаки. Наверное, здесь нужно оставить, как все экономно. То есть, минус 835 плюс 14, и здесь будет минус 71, да? Килоджоуль на моллю. Но вот q, наша просто теплота, по всей видимости, она здесь берется с обратным знаком, и это будет плюс 71. Ну, потому что это естественно и очевидно, что при разбавлении серной кислоты теплота будет тоже выделяться. Да. Очень странно, очень странно. Или, может быть, дельта h растворения у них как бы в обратную сторону брался. Фиг знает. Ну, короче, если подумать просто логикой, то понятно, что должно быть q положительное при растворении, поэтому знак должен быть. Ну, а расчет все равно остается такой. Ладно, фиг с ним. Вот первое... Мне сейчас придется вас покинуть. Ничего, у нас совсем мало остается. Ну вы шо, ну как так? Да, извините. А эти задачи можно где-нибудь достать? Ну вот в записи можно будет. Не знаю. А вы ее выкладываете? Да. Я каждый раз вообще скидываюсь. А, хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. У нас осталось совсем мало, товарищи. Вам придется еще сейчас работать, потому что ради этого работала Алена. Алена. Как бы... Я понимаю. Вот. Ладно. Я на этой задачи чуть-чуть отупанул. Я на H+, поставил минус 814,2, потому что нолик не заметил. Поэтому... Ну там ноль, да. Для водорода и энтерпия образования H2 и энтерпия образования H+, она все равно ноль. Вот. Да. Я почему-то написал минус 814. Ну, в общем, можно это запомнить. Да. Вот. Причем энтерпия образования всех простых веществ ноль, а вот для ионов, именно для иона водорода считается ноль. Окей. Давайте первую задачку по-быстрому. Она совсем простая, просто так, на разминку, скажем так. Это уже по второй теме задачи, по энтропии и вот по энергии ГИПСа сейчас будет и так далее. Нужно изменение энтропии при испарении одного моля воды. А, ну я в кермин просто не перевел. Ку испарения, это будет, собственно, по определению, ой, вернее, не так. С испарения, это будет по определению, а Ку испарения на Т испарение. Вот. Ну и, собственно, получается 40,7 на 10 в третьей джоулей на молль делить на температуру, это 273,15 плюс 100. Понятно, да, что я делаю? То есть я перевел еще и Цельсий в Келлин. И Келлин и Джоулей на молль. Ну да, и в Джоулей. Ну и можно поделить. Сейчас я импулятор возьму. Что у вас получилось? Я пока считаю, я просто не перевел. Ну вот у меня так. 109 джоулей на молль. А, на Кельвин. Да. Джоулей на молль на Кельвин уже, потому что это уже у нас, ну, Кельвин на молль получится. Потому что это у нас уже энтропия. Энтропия была в джоулях, ну, или килоджоулях на молль просто. А энтропия S, она уже у нас на Кельвин идет. Потому что, ну, она получается делением еще на температуру. Это надо запомнить. Да, 109 получается. Ну и чудесно. Арина, ты, кстати, как с нами? А то тебя что-то не слышали. Да, да, я с вами. Ну, значит, следующая задачка чуть-чуть сложнее, хотя в целом она тоже не суперсложная. Надо определить изменение энтропии одного моля хлориды натрия при нагревании от 20 до 850 градусов. При этом вам даны энтальпия плавления, потому что, ну, понятно, что он расплавится. Вам там дано, что температура плавления 800 градусов. Вот. И вам даны теплоемкости. Теплоемкость твердого хлориды натрия и жидкого хлориды натрия. Вот. И нужно почитать, как изменится его энтропия вот при этом процессе. Там до этого была более сложная зависимость теплоемкости от температуры, но я ее замазал карандашом, потому что вы не умеете интегрировать. Ну, давайте, наверное, дам вам пять минуточек подумать. Сколько мы вообще занимаемся? Ну, хотя бы до половины, наверное, до второго, а можно и до двух. Ну, как у вас будет по настроению? Ну, в общем, еще полчасика есть. Ладно, еще раз. Значит, получается, вот эта вот энтропия плавления – это такая энтропия, которая прибавляется в процессе плавления при одной и той же температуре, при 800 градусах. То есть, когда у нас как бы тело именно что плавится, у него температура не меняется, но при этом энергия изменяется. Вот она находится, когда дельта H делить на T. Окей. А остальное как найти? Остальное как найти? Я не знаю. Я нашел только это. Ну, собственно, дельта S нагревания твердого – это у нас будет что? Это у нас будет ЦП твердого, то есть, получается, теплоемкость твердого. Сейчас, я же правильно делаю? У меня возникли сомнения сейчас. Давайте зайдем в формулу и проверим, потому что я как-то на секунду усомнился в том, что я все правильно делаю. Вот у нас была лекция. Сейчас. Нельзя ее перемотать по-быстрому. У нас до этого там было просто повторение, и мы там выписывали все формулы. А, нет, это будет Тропит. Уже энергии пошли. Ой-ой-ой. Потому что это дельта H, по-моему, было у нас ЦП на дельта T, так? А энтропия как у нас через ЦП выражалась? Я что-то хотел сейчас сделать ЦП дельта T, а потом подумал, что это вообще-то неправильно. ЦП делить на T до T, наверное, так. ЦП это же теплоемкость, да? ЦП это теплоемкость, да. О, это я уже вперед залез. Так, вот мы, 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 где мы будем? Вот здесь. Да, я что-то ЦП умножил на T, но это, конечно, будет в энтропии, то есть так не надо делать. Наверное, там будет логарифм, на самом деле. Вот так. Ладно, это нужно проверить. Давайте я пока открою следующую, а сам я, чтобы времени не терять, как бы я, чтобы вы посмотрели пункт B, пока что подумали, он такой устный. А я быстренько посмотрю, как ее считают, это вот из-за энтропии. Что-то я затупил, простите. Продолжение следует... 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 Должно было быть. То, что у нас изменение энтропии, вот дельта H энтропии при нагревании, это, как я считал, делается. Это будет дельта H, которое было, плюс Cp умножить на дельта T. То есть просто на разность температур мы домножаем тепло. А вот дельта H нагревание, оно получается… Сейчас я немножко поправлю, чтобы было более корректно. Давайте не дельта H нагревания рассмотрим, а дельта H2 равно дельта H1, то есть тот, который был, плюс изменения. А дельта S тогда 2, то есть тот, который получился, это будет дельта S1 плюс вот этот вот член, это как раз-таки энтропия нагревания. Ну и тогда уже можно не дельта S, а просто S писать. То есть энтропия, которая получилась, это энтропия, которая была, плюс энтропия нагревания. Вот. И, собственно, вот сравнивая вот эти части, можно понять, чем отличается изменение энтропии и энтропии при нагревании. Вот. Как считается логарифм, я, по-моему, вас учил, да? Это берешь калькулятор и подставляешь. Понятно. Ну, собственно, давайте посчитаем тогда дельта… Ну, S2 давайте напишем. Это что такое будет? Это будет сначала изменение энтропии при нагревании, да, то есть Cp твердого, это чему у нас там равно, 45 и 94, да, джоуль на моль на кельвин, умножить на логарифм отношение температур, то есть какая у нас получается, то есть T2 на T1. Какая конечная температура? 800. 700, да. 800-50? Нет, 800, потому что у нас конечная температура для твердого – это когда он плавится. Плюс 273,15, то есть чтобы кельвина было. И делим на начальное. У нас было при 20 градусах, насколько я помню. Плюс 273,15. Вот. Это будет изменение энтропии при нагревании. Плюс изменение энтропии при плавлении. Это дельта H плавлении делить на T плавлении, то есть на 800. Ну, давайте напишем. Это будет 800 плюс 273,15. Да, а энтальпия плавления – это будет 31 тысяча. Ну, потому что джоуль на моль надо сделать, да. Ну, и, наконец, изменение энтропии уже при нагревании жидкого. Это будет, получается, ЦП жидкого умножить на логарифм. 850 плюс 273,15 делить на... Сейчас приближу, а то не видно. На 800 плюс 273,15. Можно это посчитать. Понятно, что я сделал сейчас? Или слишком сумбурно? То есть, когда жидкое состояние, начальное состояние – это температура плавления. Да. То есть, твердо идет, нагревается до температуры плавления. Ну, как в этих уравнениях теплового баланса, то же самое. Только немножко по-другому, как бы, другие величины считаем. А так суть, на самом деле, похожа. Вот. То есть, считаем энтропию при нагревании твердого, потом при плавлении твердого и потом при нагревании жидкого. Получается 45,94 умножить на натуральный логарифм энтропии. Ну, сразу напишу. 1073,15 делить на 298. Так, первое у меня получилось 59,6. Потом второе. Дельта H делить на T – это получается 31 тысячу. Делить на 1073,15. Это будет 28,9. И последнее, это ЦП Жидкова. 66,53. Множить на логарифм дроби. 80,50 плюс 217,15 делить на 800 плюс 277. Я все стер. Проверьте, у вас так же или нет? Потому что я это первый раз считаю. Я пока считаю только. Ну, давайте, как посчитаете, скажите. Так. Ну, давайте, так же. 91,53, да, да, вот у меня также, ну, значит, не ошибся, то есть как бы вот по этой формуле считается, то есть для этого, если надо было считать изменение энтальпии, то вы бы считали по другой формуле, которая cp умножить на дельта t, было бы попроще считать, cp умножить на b на дельта t твердого, прибавили дельта h плавления и прибавили cp на дельта t жидкого. Окей. b можем перейти тогда. Да, наверное, я просто смотрю, все ли тут понятно, вроде все расписал, все должно быть ясно. Вроде бы все ясно, да. Да, понятно. Переходим тогда к b. Тут нужно было посмотреть, при каких температурах, ой, я вам сразу это первое решение, это было не очень много, при каких температурах, низких, высоких, любых, для этих реакций справедливое утверждение, что дельта g меньше нуля. Да, и нужно сказать почему. Осталось две с половиной минуты, но, кстати, я думаю, может мы и пеем сразу. До перерыва, как бы, закончить. Ну, давайте. Дельта g это что? Честно скажу. Что? Я энергия гипса. Ой, дельта g. Да, энергия гипса это дельта g. Ты не помнишь формулу, да? Да. Я, конечно, буду посмотреть, но я вообще не помню. Я уже открыл тебе. Энергия гипса это, получается, изменение энтальпии минус температура на изменение энтальпии. Энергия гипса, она как раз определяет, возможно ли протекание реакции. Соответственно, если дельта g меньше нуля, то реакция протекает. Если больше, то нет. Если больше, то нет, да. А если энергия гипса равна нулю? То система находится в состоянии равновесия. То есть она может спокойно переходить из продуктов в реагенты и вот такой баланс создается. Понятно. Собственно, все системы в конечном итоге, они в состоянии равновесия и приходят. Если у них было дельта g меньше нуля, то реакция проходит, при этом дельта g потихонечку уменьшается, и когда она становится нулю, то реакция находится в равновесии. Известно, что для первой реакции у вас дельта h больше нуля, для второй дельта h меньше нуля. И вас спрашивают, при каких температурах для этих реакций будет дельта g меньше нуля. То есть подразумевается, что дельта s вы должны определить просто по реакции, по внешнему виду, скажем так. Тогда получается, если в первом случае дельта h больше нуля, то температура должна быть меньше нуля. Температура меньше нуля быть не может. Всегда больше нуля. При низких температурах. При низких температурах у нас нивелируется вклад дельта s. И тогда у нас член t дельта s будет маленький. и дельта H получится больше нуля, значит и дельта G больше нуля. Логика не сработала. Ладно, давайте переподключимся и продолжим. Давайте.